В цирковой семье известного египетского дрессировщика Хамады Кута пополнение артисту подарили котенка Берберского льва. Когда маленький король зверей подрастет, он станет уже десятым хищным артистом в цирковом аттракционе Хамады Кута. Будущая звезда национального цирка Египта появилась на свет чуть больше месяца назад. Однако львенок уже перерос своих одомашненных сородичей и весит 2,5 килограмма. Котенка Берберского льва Хамаде подарил директор российского государственного цирка. Маленького хищника артисту вручили на съемках программы «Давай поженимся», куда Хамаду пригласили в качестве жениха. Берберский львенка меня подарили, потому что у меня борода другая, это другая борода. Это Берберский львенский льв. Он потом размер его будет побольше, греба большая, не как мои. Но очень приятно, он пока маленький такой, я его тоже назвал Митхат, зовут мой папа. И показал у папы, папа смотрели, сказал он красивый, хороший. Пушистый Митхат требует к себе особого внимания. Питается только молоком, причем оно должно содержать витамины и протеин. Лакомство для котенка пришлось покупать на заказ. В Брянске нужного питания для младенца не нашлось. Я решила, что он будет со мной всегда, я хочу даже дома будет со мной жить. Потому что он такой умный, да. Играет он каждый день, надо ухаживать, надо чистить. Это очень много, а нам не просто так. Сейчас вы уже делаете так, чтобы он к вам привыкал? Нет, я делаю так, как положено, так должна, потому что мама сейчас у него нету, а я его мама и папа. Новый опекун уже решил, что ближайшие полгода будет жить с питомцем под одной крышей. А когда Митхату исполнится полгода, его ждет дебют на цирковом манеже. Берберский котенок составит компанию девяти хищным братьям, которые уже задействованы во втором отделении программы Национальный цирк Египта. Но сначала животное нужно научить, а тут, говорит Хамада, главное понимание. Молодой представитель цирковой династии Кута стать дрейсировщиком мечтал с детства. Сегодня у Хамады новая мечта – одновременно вывести на манеж 15 хищников. Ты любишь животное? Да. Любов или тигри любишь? Тигри. И вов. Нет, тигри или львов? Какой больше? Лев. Лев? Молодец. Я тоже львов люблю, и тигрята тоже люблю. Но я люблю львов больше, потому что они такие вредные. Но именно с вредными животными династия Кута связала всю свою многолетнюю историю. В Каире у семьи есть свой питомник, где живут нельские львы. Скоро домом для хищников станет и смоленский питомник в городе Вязьма. Его созданием Хамада уже занимается. Это первый, единственный питомник будет в России. Битомник дела нельский, нубийский львов в Смоленскую область, в городе Вязьма. И будут там разводить нельский, нубийский львов и уссурийские, бенгарские тигри. И это первый раз я сказал сейчас уже на камеру, уже в газете, это все там написано. И меня звонили даже оттуда, спросили, надо мне просто, у меня фестиваль, скоро, а после фестиваля пойду, разрешение, надо сделать, это все документ. И дай богу, не будет проблем, потому что это будет очень хорошо для России даже. Выращивать львов и тигров в питомнике будут исключительно для цирка и зоопарков. Ни один из хищников не попадет в частные руки. Кроме того, в питомнике будут проходить экскурсии, и каждый из гостей сможет узнать подлинную историю короля зверей и династии Кута. Надежда Макарова, Юлия Романю, Владимир Шалободов, телеканал РЕН-ТВ Братск.